Добрый день! Музыку отключаем. Мы поехали заправлять машину. И я сразу вам покажу цены на бензин в Соединенных Штатах Америки. Они немножечко разнятся. Но приблизительно вокруг этой цены будут, потому что бензин, который я заправляю, мы заправляем, я бы никогда не догадалась, я по рекомендациям сражайшим собственного супруга заправляю самым дорогим бензином, потому что последние, наверное, 3 или 4 уже года американцы стали активно добавлять в бензин этиловый спирт. Они прямо пишут на заправках о том, что 10% этилового спирта добавлено, и люди это покупают, заправляют в свои машины. Мой муж разбирается в машинах, он мог сам и отремонтировать все. Последние годы он только меняет уже бензин, потому как возраст уже не тот, уже возраст не тот, и он может заплатить специалисту, и поэтому он уже этого не делает сам. Но когда-то мог сделать абсолютно все сам, просто это занимало, может быть, больше времени, чем в специально оборудованном месте, но тем не менее, он сказал ни в коем случае не заправляй этот бензин. Он дешевле центов, наверное, на 15, на 20, чем бензин, который мы заправляем за галлон, бензин, но он разрушает вашу машину изнутри, он разрушает двигатель. Поэтому я езжу вот чуточку дальше, тут уже вот пара заправок было, но едем именно туда, мне надо было на другой улице, но ничего, развеемся. Вот, мы заправляем дорогой бензин, и тем не менее, сейчас мы приедем, посмотрим цены какие на бензин, и вы будете очень неприятно удивлены, потому что цены на бензин здесь такие же, как в России, а иногда даже ниже, чем в России. И я очень сержусь на правительство российское за то, что он так бессовестно обирает свой народ, потому что мы-то, основную, мы-то, американцы, основную долю бензина закупают, не бензин, а даже нефти, закупают за границей и привозят чаще всего в Хьюстон, там перерабатывающие комбинаты, они подводят под свое октановое число, которое здесь принято заправлять машины, и продают его по той же цене, в которой Россия свою собственную нефть накачала, на своих собственных заводиках обработала, заплатив, причем минимум, своим работникам. И продают по той же цене, что в Соединенных Штатах Америки. Я говорю, минимум платят, потому что моя сестра проработала на Омском нефтеперерабатывающем заводе всю свою жизнь, у нее стаж, наверное, лет 30, и она получает, ну, что-то порядка чуть больше 500 долларов пенсии, теперь угробив, там все свое здоровье. А я вам в свое время уже говорила, рассказывая о моем городе, что он создавался как нефтяной центр Среднего Запада, практически он был очень долго нефтяным центром всех Соединенных Штатов Америки, и сразу же строился город с отсутствием... Господи, потеряли ж какую-то коробку на дороге. С отсутствием тротуаров, потому что люди, которые... труд которых сопряжен с нефтью, это всегда очень богатые люди. И тогда, когда они работают, и тогда, когда они ушли на пенсию. Тем более, что из нефтяного бизнеса очень многие могут уйти на пенсию раньше, потому что они обеспечивают себе будущее... Раньше есть такое в Америке понятие «ранний уход на пенсию». Они, как правило, получают, если хотят, получают денежки из своих собственных накоплений, которые они сделали, потому что то, которое государство выплачивает, взимая налог на социально-страховую оплату в будущем, они начинают выплачивать женщинам с 60 лет, а мужчинам... Ой, извините, все неправильно. Это 60, это только то, что в России сейчас говорят. В Америке женщины работают до 62, могут уходить на пенсию иногда до 67. Это их выбор. Причем, если они проработают дольше, до 67, то, соответственно, и пенсия будет выше. И очень многие женщины, которые работают, они работают долго, потому что уровень жизни и продолжительность жизни здесь длиннее. Вот моей свекрови уже 94 года, она еще не собирается умирать. И я очень надеюсь, что у меня тоже впереди еще 50 лет... Ой, я не взяла карточку супруга моего дорогого, который платит за этот бензинчик, потому что вот, который у меня карточка есть, она сейчас не работает. Мы пойдем посмотрим на цены. Опа, извините. Мы пойдем посмотрим на цены. Вот они у нас здесь стоят. Вот сейчас я посмотрю. Так, 87-й. Это 3,59. 88-й. Так, мы смотрим, где тут окошечко. Вот оно, 3,69. Опс. 89-й. 3,79. И 91-й. Вот он, 91-й. 3,89. Вот такие цены на бензин. Я сейчас открываю свою штучку. Мы все завключим. Заправим. Заправим. И мы будем разговаривать дальше. То есть, цена, которую я вам показала, это цена на галлон. Галлон соответствует почти четырем литрам. И, то есть, эту цену надо разделить почти. И, то есть, мы уже медленно работаем. Я сейчас еще помолчу, начну заправлять. Так. Все, посидим. Ну, давай, мы переработаем. Все, пошел? А мы пойдем внутрь. То есть, эту цену надо разделить примерно на 4. И получится цена, которую можно будет сравнить с российской. То есть, мы тут получили. Я беру 3,80, да? Ну, давай 3,90. Делим 4 смело. 4 на 4 разделили, потому что галлон это чуть меньше, чем 4 литра. И поэтому мы будем считать не 3,80 или 3,90, а будем считать 4. Делим на 4. Получается, что литр бензина 30 рублей. Ой, я сейчас 36, по-моему, в России. Извините, сейчас просто доллар другой. Ну, когда вот я была там, там доллар очень долгое время был 30 рублей, 32 рубля. То есть, это вот цена на за литр бензина здесь, в русском денежном исчислении. То есть, мы здесь, я уже сказала, вот все это привезя и обработав, мы получаем примерно ту же цену, которую получает русский пользователь бензина. Что очень прискорбно. Я всегда обижаюсь за русский народ. Очень что-то сейчас хотела сказать по поводу... А, по поводу заправок. Вот вы видели, что я вынуждена сама выскочить, вот заправить, все сама набрать, нажать. И в Америке это называется самообслуживание, заправка. И они почти все самообслуживание. Очень немного заправок, где вам предложат полный сервис и вас заправят. Когда я была в Европе, я первый раз была без машины. А потом я брала всегда в аренду, я обычно на месяц уезжала, на месяц брала машину и сама ездила и сама заправляла. Там вот самообслуживание заправок на тот момент почти не было. Везде ты просто открывал окно, подавал карточку, тебя заправляют, тебе моют за это время окна, обслуживают, надеюсь, на типы, и ты спокойненько уезжаешь. Когда-то в Америке это тоже было так. На сегодняшний день страна демократизируется максимально, и таких заправок очень немного. Но у нас есть у моего мужа очень избалованная сестра, которая до сих пор... Также я еду подальше забрать хороший бензин, а она едет подальше для того, чтобы проехать на заправку, где она может просто карточку из окна подать. Причем мне это непонятно. Вот я приехала сюда, не умея ничем пользоваться, и я всему научилась. А она вот такая принцесса, при том, что человек очень небогатый. Человек очень небогатый, и тем не менее привычка превыше всего, хуже неволи, как говорят в России. И она готова переплатить, потому что когда тебя обслуживает, то галлон идет, не дай эту цену, на несколько центов выше, чтобы из этих денег оплачивать труд того сотрудника, который тебя заправляет, помогая тебе этой балериной чувствовать. Я девушка простая, я вообще поражаюсь скромностью своих пристрастий в последнее время. И я все делаю сама, мне интересно абсолютно все попробовать, все на себе испытать. И я живу очень простой жизнью, при том, что могла бы, конечно, пальцы веером крутить и говорить, подайте мне все самое хорошее, самое лучшее, а я буду вот из окна карточку подавать. Ну, уже ладно, мы привыкли всего, сами добиваться всего, и здесь тоже сами добиваемся. Ну, это вот по поводу цен на бензин. Я надеюсь, что я вас убедила, что есть необходимость предъявить определенные требования правительству России по снижению цен на бензин, потому что обдирать собственный народ – это неприлично. В последнее время у меня очень улучшилось отношение к Путину после тех событий, которые он продемонстрировал в отношении Кипру, ой, не Кипру, а Крыму, и по отношению к возврату собственных акций на нефтяной бизнес. Я очень надеюсь, что это он сделает следующий шаг, и он понизит хотя бы цены на бензин, потому что 30% в казну пришло, но снись и хотя бы на 30% бензин для своего потребителя. Всего доброго, борюсь за права русских из-за океана.